Я расскажу, что такое для меня Etsy. Вообще я занимался разными вещами в жизни, продавал в Украине успешно раньше, продавали туристические услуги, но последние два года, год назад, мы в 2015-м решили сделать семейный эксперимент. Мы решили с нуля зайти, сделать новый магазин на Etsy и посмотреть, что с этого получится. Искали разные идеи, в конце концов пришли к таким, называемым блокнот путешественника. Мы поняли, что в этом сегменте мы имеем потенциал, мы поняли, что в этом сегменте мы будем строить бренд. По первым отзывам, по первым транзакциям мы увидели здесь большое поле для деятельности. И сейчас, спустя год, у нас работает производство, работ мастера, команда 7 человек, 90 метров квадратных производства. То есть мы работаем практически 80% на Etsy, плюс мы продаем в Амазоне Amazon Handmade и продаем в Украине. Все производство, в основном, для Etsy. Что такое Etsy? Катерина приготовила в начальной презентации. Это платформа для продажи товаров вручной работы. Что такое Etsy? Это вообще случайное слово, оно происходит от Etsy, испанского. И ничего не значит. Но это на самом деле бренд, который имеет сейчас больше, чем полтора миллиона продавцов, имеет 2 миллиарда долларов оборота и 27 миллионов активных покупателей. Наши основные покупатели – это американцы, я бы даже сказал, американки. И я недавно читал в рекомендациях, что если вы не продаете женщинам, и особенно женщинам в Америке, то у вас не будет успеха в продажах. Самые активные покупательницы в мире – это американки. Наш возраст 25-45 лет. Это люди, которые покупают очень много и очень активненько. Как открыть магазин? Вообще, в отличие от того, что говорили как раз, мы находимся на Amazon и на Amazon Handmade, действительно на Amazon мы больше продвигаем один товар. У нас именно на Amazon представлены 2 вида товаров. Они продаются сейчас неплохо на празднике. На Etsy мы продвигаем бренд. То есть мы все выстраиваем вокруг бренда. У нас в магазине 170 продуктов сейчас. И именно мы пытаемся ассортимент расширить, чтобы люди покупали много. И бывает, что люди покупают сразу же 5, 7, 10 блокнотов. Вот сегодня женщина сразу купила 6 блокнотов на сумму 300 долларов. И это очень хорошо, когда покупают сразу же один человек много товаров. Как открыть? Открыть можно очень просто. Действительно, чуть-чуть более сложно может быть с Amazon. Я не сказал бы, что намного сложнее, потому что Amazon Handmade тоже. Вам нужно доказать, что у вас товарочные работы. Вам нужно прислать фотографии своей студии, описать, где вы еще продаете. И куча-куча вещей. И вас 2 недели проверяют, и вы открываете магазин. В Etsy все очень просто. И я тоже помогаю другим людям открывать. Мы за эту неделю открыли примерно 5 магазинов для людей. Открыли их за полчаса. То есть мы открываем, проходим. Система оплаты, карточка, что вы продаете. Один товар опубликуем. Как вы будете платить деньги, как вы деньги будете получать. О том, как получать деньги, будет рассказывать Катерина. То есть это все происходит за полчаса. И если вы проходите изначальную модерацию, все у вас, как обычно, в порядке. Из-за чего вас могут закрыть? Из-за того, что товары либо из Китая, либо дропшиппинг, или очень часто в последнее время придираются к одежде. То есть многим людям, которые публикуют одежду, хотя они вроде бы сами ее производили, но модерацию не проходят, их магазины закрывают. Приходится потом спорить с службой поддержки. Что можно продавать? Можно продавать, кроме товаровручной работы, любые винтажные вещи. То есть есть много успешных магазинов, которые продают всякие старые советские камеры, какие-то с барахолки какие-то вещи. Мы раньше пробовали, мы ходили на барахолку, покупали какие-то старые шашки шахматы, фотоаппараты по 100 гривен и продавали их по 80 долларов на эти. Это, в общем-то, были такие тоже эксперименты, проба рынка. То есть если товар должен быть сделан либо вами, либо членом вашей команды, либо другим человеком, но в этом случае он должен быть винтажным, ему должно быть больше 20 лет. То есть товар должен быть винтажным. Легче всего продаются товары 20-50 долларов. Почему? Потому что с Украины, ну вот самые дешевые товары тяжело с Украины продавать, просто потому что людям приходится ждать 2-3 недели. То есть они ждут, они волнуются. И дешевые товары им легче покупать в Америке. А вот товары 20-50 долларов, 100 долларов, 200 долларов, они заказываются с Украины, они убеждаются, что вы нормальный бренд, что у вас нормальный отзывов, нормальное количество продаж, что вам можно доверять, у вас группа в Фейсбуке есть. Характеристика листинга. Ну вот я в двух словах расскажу, что здесь есть три составляющие основные. Первая составляющая – это для оптимизации вашего продукта. Это текстовая составляющая. Это в первую очередь заголовок хороший, длинный. В вторую очередь это грамотный подбор тегов. Это не односложное. Это грамотные ключевые фразы, которые помогают в поисковом трафике. И поисковый трафик у Etsy огромный. То есть даже без всякой рекламы мы добились уровня примерно 1000 просмотров в день через полгода после старта магазина без рекламы. То есть трафик внутренний Etsy довольно мощный. Также они помогают, они размещают ваши товары в Гугле. И в общем-то все это приводит к неплохой посещаемости. Фотографии дают возможность пить пяти фотографий. Фотографии до 10 мегабайтов. Рекомендуется у 1000 пикселей. Простое требование. Стараются, чтобы ваша фотография продавала. Всегда писать цена плюс доставка. То есть человек оплачивает сразу же ваш товар. Он оплачивает вашу цену плюс доставку. Довольно большие возможности мы открыли для себя в рекламе. То есть в среднем наша реклама окупается в 4-5 раз. Ну, по крайней мере, с точки зрения общего количества дней, которые мы получаем. То есть если мы тратим за месяц долларов 200, то мы получаем заказы где-то на 800 долларов. Но каждый человек играется по-своему. Здесь лучше играться с ручными настройками. То есть можно в нашей нише мы получаем клики в среднем за 5 центов. То есть в некоторых нише можно вообще по 2 цента получать. Если вы даете автоматические настройки, то вам будут давать клики по 1 доллару. Это вряд ли будет окупаться. Сейчас они подключили недавно Google. То есть можно прямо из одной панели управления управлять рекламой как внутри Etsy, так и на Google. Также, как и в Амазоне, даются купоны немножко по-другому устроены, чем в Амазоне. В Амазоне вообще можно делать разовые купоны, но на Etsy купоны не разовые, но они позволяют разграничивать ваши сегменты маркетинга. Ваши рекламные кампании делать разные купоны для разных компаний. И вы видите, сколько купили каждого купона. Один купон вы даете в Инстаграме, другой купон вы даете в Фейсбуке, третий у вас там основной купон для покупки. И этих купонов бывают 3 вида. Первый купон – это бесплатная доставка, как вид скидки. Второй – это процентная скидка. Третий – это абсолютная скидка, начинается с какого-то уровня продажи. Например, больше 50 долларов, идет скидка 12%. Можно создавать до 100 купонов. Пересылка. У нас сейчас проблема с пересылкой. Мы решаем с помощью Укрпочты. У нас сейчас работает бывший сотрудник Укрпочты в команде. Поэтому мы отдаем ее каждый день в 5 часов посылки. Она идет, она дает нам начальнику. И, в общем-то, этот вопрос у нас полностью закрыт. Что очень удобно, ожидая то, что год назад мы каждый день вечером шли и занимали очередь. Стоимость от 8 долларов за килограмм. Наши товары подпадают под рекомендованную бандероль. Самая выгодная пересылка даже со штрих-кодом. Это, в общем-то, недорого. Но вот у Катерины, немножко по-другому они высылают и знают товары. Мы посылаем рекомендованную бандероль. В среднем товар доходит от 2 до 3 недель почти в любую страну. Но недавно у нас было в Люксембург 6 недель. И женщина очень расстроилась. Но, в общем-то, за последние 700-800 посылок ни одной недоставки у нас вроде бы не было. Самое мощное, главный источник трафика – это Etsy и мобильное приложение Etsy. Также у нас, ну, как бы, мы делаем, ну, можно сказать, ноу-хау. Мы, люди, которые у нас с нами общаются, мы всех их тянем в закрытую группу Facebook. И там происходят чудеса. То есть там группа, которую мы не поддерживаем, она поддерживается общиной наших покупателей. То есть каждый день они публикуют, что они хотят от нас, что они получили. Вот недавно женщина заказала рисунок на блокноте своей лошади. И она в последней фотографии в нашей группе, мы приходим, она принесла свою лошадь и показывает ей ее блокнот. Потом они устроили конкурс. Я получила блокнот, но я вам его не покажу. Вот закрытая коробка. Какие у вас идеи? И они начинают писать, и она через два часа открывает коробку и показывает, что в этой коробке. Ну, то есть это, на самом деле, очень классная реклама, это очень горячая аудитория. И если вы не работаете с социальными сетями, вы очень много теряете. Потому что человек с первого раза, какая бы у вас не был хороший товар, какая бы не была бы хорошая реклама, с первого раза многие не покупают. А когда вы ему напомнили, прислали ему купон на следующую покупку, пригласили в группу, пригласили на страницу в Фейсбуке, человек остается с вами. И время от времени получают у вас какие-то новости, и через месяц-два покупают у вас товар. Так, теперь я передаю микрофон Катерине. Спасибо за внимание. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Катерина Витковская. Продолжим. Вот Юля попросила меня более подробно рассказать о том, как происходят взаиморасчеты между мастером, продавцом, спасибо большое, и покупателем. Сначала немного о том, сколько вообще денег берет Etsy. Etsy берет 0,2 доллара за выставление каждого товара и 3,5% с каждой продажи, но без учета стоимости вашей доставки, то есть только со стоимости товара. Причем 0,2 доллара можно экономить, если вы только хотите открыть магазин или уже открыли, у вас есть магазин, вы можете пригласить кого-то из своих друзей, коллег открыть магазин на Etsy. И тогда каждому из вас и тому, кто открыл, и тому, кто пришел по реферальной ссылке, дается 40 бесплатных листингов. То есть, грубо говоря, стартануть на Etsy можно вообще без единых вложений, без каких-то дополнительных расходов. Если у вас есть товар, есть его фотографии, вы можете смело открывать магазин и 40 товаров выложить бесплатно, попробовать, пойдет, не пойдет. Дальше по поводу выставления товара. Каждый товар выставляется 0,2 доллара, мы платим за то, чтобы товар был выставлен сроком на 4 месяца, либо до момента его продажи. То есть, в тот момент, когда товар продался, его можно обновить, вернуть назад в магазин, но за это уже опять нужно будет заплатить 0,2 доллара. Ну и стоимость доставки не входит в стоимость товара, хотя вот у меня часто спрашивают, включать или не включать стоимость доставки в стоимость товара. Я всегда говорю, что если ваша маржа позволяет, вы видите по сравнению с конкурентами, что вы можете себе позволить заложить в цену доставку и везде писать, кричать, что у вас фри шиппинг, бесплатная доставка по всему миру, то это может быть хороший такой ход для продвижения вашего магазина, ваших товаров. Но опять же, если вам позволяет маржинальность, позволяет ваша цена. Дальше по поводу приема оплат. Etsy работает по 100% переговору. Даже если вы для кого-то делаете какой-то товар на заказ уникальный, там с фотографией лошади или еще что-то такое, сначала человек платит за ваш товар, потом вы его делаете и отправляете. То есть, ну опять же, для продавца риски минимальные на Etsy, с этим связаны. По поводу получения платежей. Клиенты чаще всего на Etsy расплачиваются PayPal. PayPal это знакомая им, да, понятная система, которой они все пользуются, доверяют и так далее. Там всегда можно попросить возврат, если вы вдруг не получили товар и так далее. Но у нас, или можно еще выбрать для нашего региона, да, доступен способ оплаты ARZ, другие. И можно это уже по индивидуальной договоренности с клиентом. То есть, он делает заказ, но еще не оплачивает его. Вы видите, что у вас есть заказ, и тогда вы связываетесь с клиентом, узнаете, каким способом ему удобнее заплатить, если он там не может, не хочет платить через PayPal. Это может быть там, как система быстрых переводов, WebMoney, Western Union, все что угодно, как договоритесь. Услуги Etsy можно оплачивать либо со своей карты, любой, там, гривневой, долларовой, приватбанк, не приватбанк, неважно. Либо, опять же, PayPal, если у вас есть счет PayPal, ну, знаете, наверняка, что в Украине PayPal не работает на прием платежей, но платить со своего счета PayPal мы можем. И счет Etsy выставляет мастеру, да, не сразу после продажи, сразу вот часто бывает в нашей закрытой группе в Facebook для мастеров, когда случается первая продажа, это всегда так волнительно, все сразу пишут, куда мне платить Etsy. То эти сразу платить не нужно, эти в начале следующего месяца выставляют счет за все, что вы продали и выставили в предыдущем месяце, и вы вот консолидированные эту сумму одним счетом один раз оплачиваете. Ну, и отправка товаров уже говорили, Укрпочта, либо там службы быстрой доставки, экспресс-доставки, DHL, либо вот через Partner Trade, да, Fulfillment Склады. По поводу того, как же выводить деньги с PayPal, если у нас PayPal не работает. Во-первых, такой самый распространенный данный способ, это работа через посредников, самые распространенные системы посредников Seller Online и Western Beat, сейчас покажу позже, какие у них условия. Следующий вариант, это есть разные лица, частные посредники, да, так называемые, то есть это не какая-то большая компания, но вот люди, которые там предоставляют такие услуги. Ну, и вот есть через знакомых за границей, вот тут мы с Александром не сошлись, они говорят, что пользуются как раз этой, может расскажете тогда, Александр, как вы выводите PayPal? У нас многие знакомые делают это через Польшу, вот у нас родственники работают в России, и в общем-то мы сделали два аккаунта PayPal, сейчас у нас два персональных аккаунта, каждый аккаунт позволяет проводить по 200 тысяч рублей, то есть примерно по 3 тысячи долларов. То есть у нас вот сейчас один аккаунт мы в декабре закончился по 3 тысячи, получается, мы сейчас второй приключили, то есть у нас мы через два аккаунта получили карточку, и с этой карточкой мы деньги снимаем просто в банкомате. То есть деньги поступают сразу. Я на что хотела обратить внимание, что даже если вы заказываете, например, PayPal-карту в Польше, да, там через кого-то, через знакомых, ни в коем случае не пишите у себя в магазине, что вы там живете в Польше или что такое, потому что Etsy очень строго за этим следит, они сличают там IP-адреса, что написано как местоположение, потому что часто такое бывает, вот встречаюсь, когда мастера открывают магазин и думают, чтобы привлечь аудиторию, да, напишу, что я прямо в Штатах нахожусь. И не проходит недели, как магазин блокируют. То есть Etsy очень строго следит за тем, что написано, откуда вы заходите и какую информацию вы транслируете. Любое это несоответствие, это может быть причиной для блокирования магазина, причем в условиях пользования Etsy черным по белому написано, что они никому ничего не должны. Они не объясняют, почему они блокируют, как надолго, зачем и так далее. Если видят какое-то несоответствие, они просто блокируют магазин. Ну а дальше, если у мастера хватает сил, смелости и так далее, да, можно с ними выяснять отношения, пробовать восстановить свой магазин. Но лучше как бы не нарваться, да, скажем так. Дальше по поводу посредников. Это система Seller Online и их такие примерные расценки. Сейчас они берут 9% за получение любой суммы. То есть вам клиент заплатил на Etsy, причем заплатил цену товара плюс стоимость доставки. Seller берет 9 долларов со всей этой суммы в целом. Плюс комиссии PayPal, если покупка пришла из США, это 1,9% плюс 0,3 доллара. Если из любой другой страны мира, 2,9% плюс 0,3 доллара. И плюс комиссии за вывод денег, да, то есть Seller берет деньги за то, чтобы получить ваши деньги на свой счет. Потом, чтобы вывести их со счета, Seller опять же нужно платить комиссию. И вот тут, наверное, единственное преимущество, которое есть у Seller перед вторым посредником, это то, что на Seller можно выводить свои деньги на гривневую карту. И за вывод на гривневую карту комиссия 0,95 доллара, да, то есть 95 центов. Можно в любую сумму вывести в гривнах, если там какая-то небольшая сумма у вас вы хотите вывести. Если выводить в долларах, то минимальные проценты 12 долларов за одну транзакцию на PrivatBank. Если выводить на другие банки, видите, больше, дороже. И второй посредник WesternBit, вот их примерные расценки, да, они сейчас берут 5%, раньше там как-то по-другому было. Я когда только открывала магазин, то у Seller и WesternBit были примерно одинаковые условия, там плюс-минус. Ну, как-то открыла и вот так вот ним и пользуюсь. То есть, когда Юля попросила вот в презентации сделать сравнительный анализ, то сделала и подумала, что я до сих пор делаю на Seller, да, уже давно пора. WesternBit тоже выводит на карту PrivatBank или нет? Тоже выводит? Какая там комиссия? 4 доллара за 1,95 доллара. Ну, вот, да, 4 доллара за транзакцию, а на Seller 0,95 доллара. Ну, вот это я имела в виду, что единственный плюс Seller перед WesternBit. Так, вы видите, у WesternBit более привлекательные условия на данный момент, они очень оторвались, да, в условиях своих. Ну, и несколько еще таких важных моментов по поводу работы на Etsy. На что хотел обратить внимание те, кто там недавно на Etsy. Во-первых, что-то хотите добавить? А хотел добавить, да вы сказали насчет 45 дней? Нет, не сказал. Если вы новый продавец, да, который только открыл свой магазин, то и на WesternBit, и на Seller есть такой пробный период. На Seller точно знаю, это до 30 покупок, на WesternBit не знаю сколько там покупок. Мы на Seller, мы одно время были на Seller, мы привели там больше 500 покупок и каждый раз ждали 45 дней. Ну, это надо, значит, им написать. Я после 30 покупки написала, то есть у них есть такой пробный период, да, они хотят удостовериться, что вы надежный клиент, и к ним не будет претензий от PayPal по возврату денег. Поэтому первые 30 продаж, которые у вас происходят, они зачисляют деньги на свой счет, да, то есть вы их видите у себя в кабинете, но снять их не можете. Они снимают только после того, как вам пришел отзыв от клиента, вы им пишите письмо, что я получил отзыв, клиент получил товар, все в порядке, они разблокируют эту сумму, вы можете ее вывезти, снять. Либо спустя 45 дней после отправки, как бы по умолчанию считается, что человек уже получил и доволен, там не имеет претензий. Это распространяется на Seller, это правило распространяется на первые 30 покупок. Если вдруг не отменили вот это вам, да, то нужно написать в техподдержку, они снимают это ограничение, и уже все, что свыше 30 покупок, они сразу же разблокируют вам эти деньги, то есть вы сразу же можете ними воспользоваться, вывезти. Несколько важных моментов по поводу Etsy. Во-первых, вот в прошлом году, да, по-моему, это было введено на Etsy, ввели политику ограничения рынков. Сначала это было введено для Великобритании и Австралии. Что это значит? Это значит, что когда клиент из этой страны заходит на Etsy и хочет там что-то купить, да, вбивает в поиск, то первыми в поисковой выдаче ему выдаются местные мастера, а потом уже все остальные из разных других стран. Когда они это только ввели на Etsy, многие мастера начали возмущаться, да, там, за равенство и братство и все такое. Мы все платим одинаково 0,2 доллара, все платим 3,5 процента, почему кто-то в топе, а кто-то ниже опускается. Они вот даже петиции мы подписывали, если там кто-то давно на Etsy, помните, петиции подписывали, чтобы отменить это. Они всех пытались успокоить, это пробное, мы посмотрим, как будет работать. И буквально через несколько месяцев ввели это же во Францию и Германию. Недавно вот совсем читала отчет Etsy перед акционерами за 2015 год, и там опять же черным по белому написано, что это одно из стратегических направлений развития Etsy в дальнейшем. Они нацелены на то, чтобы развивать локальные рынки, да, то есть местные рынки. И я так подозреваю, что вот эта политика ограничения рынков, она будет распространяться на все новые и новые страны. Но то, что радует на данный момент, что все-таки 70% покупателей на Etsy это американцы, и я не думаю, что они Америку закроют. Поэтому по-прежнему на Etsy стоит идти, и там можно и нужно продавать, потому что основные покупатели все-таки американцы. Ну вот часть стран ограничивает, ну я думаю, это будет распространяться дальше. Можно сказать, я тоже знаю систему на что-то ограничение рынков, но тем не менее, вот эти 30%, кроме тех 70 американских, это как раз у нас заказчики из этих стран. Да, это как раз. То есть они на самом деле нормально заказывают, и мы каждую неделю посылаем в Великобританию, и в Австралию, и в Францию, и в Германию. Каждую неделю туда отходят какие-то посылки у нас. То есть это, тем не менее, что за заказ? Ну, кто-то пробивается, да, пробиться можно. Дальше следующее, о чем еще хотела сказать, что на Etsy действует такая, так называемая программа Etsy Seller Protection. Это программа по защите прав продавцов, да, скажем так. Очень важно на Etsy, когда вы открываете магазин, заполнить своим, там есть отдельный раздел, политики магазина. Да, там принимаете вы возвраты, не принимаете. Принимаете отмену заказа, не принимаете. Обмен, можно, нельзя, какие сроки, в какие сроки нужно об этом сообщить, в какие сроки отправить товар, кто там отвечает за повторную пересылку и так далее. Это очень-очень важно все прописать, особенно если у вас там товар изготавливается индивидуальный, да. Вот, например, там недавно обращалась Саша Вакарова из Львова, она шьет одежду для собачек, да, по индивидуальным меркам. Человек замеряет свою собаку, присылает ей замеры, она шьет и отправляет. И дама неправильно замерила свою собаку, получила уже готовую одежку и пишет, что она мала, не налазит. Но сшито было все по тем меркам. Вот все вот эти моменты, особенно если у вас такой индивидуальный товар, обязательно нужно прописать в политиках магазина, потому что если возникает какая-то спорная ситуация, да, например, эта дама требовала, чтобы ей вернули деньги, то когда возникают такие спорные ситуации, на Etsy открыть спор может как покупатель, так и продавец в отношении покупателя. Но если у вас эти моменты прописаны в политиках, то Etsy всегда станет на вашу сторону и защитит вас как продавца, то есть не будет там применять к вам каких-то санкций или пускать дальше в ход это дело. И даже, ну, бывают такие клиенты, да, там, ну вот кто-то тоже в группе у нас писал, закрытый на Фейсбуке, что какой-то отзыв непонятно с чего написали, там, страшный отзыв, то если это какой-то неправомерный отзыв в том числе, то можно обращаться в техподдержку, и они могут даже удалять вот эти неправомерные отзывы. Ну, конечно, если это, как бы, имеет логическое какое-то обоснование, да, не просто кто-то там вам влепил, вы ему отправили, что кривое косое, он вам написал плохой отзыв и сразу вы удалили, нет. А если вот какая-то претензия такая, и у вас это все прописано в политиках, то Эдси защищает своих продавцов. По поводу командных игр, еще до недавнего времени многие говорили о том, что это самый эффективный метод продвижения на Эдси. Хочу обратить ваше внимание, если вдруг там кто-то не знает, что на данный момент это уже не работает или не так активно работает, потому что в октябре Эдси объявили о том, что товары с искусственно накрученной статистикой, вот за счет этих командных игр, да, когда мы там вот толпой собирались и ходили друг к другу в магазины, там что-то лайкали, смотрели и так далее, что вот такие товары с искусственно накрученной статистикой, они не будут продвигать вперед и наоборот будут ниже в поиске опускать, поэтому не стоит тратить на это свое время. И тоже, если вы только собираетесь открыть магазин, учитывайте то, что общая сумма всех процентов, да, там на посредника, на Эдси, на вывод денег и все-все-все будет около 20%. То есть, чтобы вы сразу эту сумму закладывали в свою цену, они там думали, что можно продавать по тем же ценам, как вы продаете здесь в Украине. И несколько слов по поводу того, как быть успешным на Эдси. И всегда говорю о том, что Эдси, это опять же только инструмент в ваших руках, Эдси работает так, что он продвигает вперед, да, и предлагает выше в поиске успешные магазины, но как же можно продвинуться, если магазин только открыт, достаточно сложно пробиться. Поэтому, ну вот как говорила Елена, да, ваша задача привести туда трафик, создать там какое-то движение в своем магазине, первые покупки и так далее. Поэтому думайте о том, о тех покупателях, которые еще не знают, что вы есть, где вы есть и как вас можно найти, что они хотят вас купить. Думайте о том, где вы можете показаться им на глаза, заявить о себе. Это и блогеры, там разного рода сотрудничество с блогерами, социальные сети. Думайте активно о том, как попасться на глаза клиенту. Не надейтесь на сам Эдси, да, потому что большинство, наверное, многие, по крайней мере, так открывают свой магазин. Я так открывала свой магазин, да, там в августе месяце открыла магазин, выложила все, что я могу, вот нашила и то, и то, и то, и то. Я такая классная, покупайте. Да, и вот сижу, жду, никто не покупает. Каким-то чудом в октябре месяце случилась продажа. Вот так вот на Эдси не стоит себя вести, нужно привлекать покупателей в свой магазин и обращать их внимание на свой магазин. Ну и основные моменты продвижения. Во-первых, на Эдси очень важно, чтобы вся-вся информация о магазине у вас была заполнена. Вот все, что Эдси предлагает, предлагает нам написать историю магазина, обязательно пишите. Предлагает написать, кто работает в магазине, обязательно пишите. Предлагает выложить фотографии о магазине, обязательно это все выкладывайте. Точно так же, как Александр говорил, в товарах не меньше пяти фотографий, да, вот это вот все, что предлагают, все нужно делать. Потому что если где-то чего-то нет, да, там человек считает, вот тоже буквально недавно в Днепре я встречалась с молодым человеком, он уже там года три на Эдси, очень хорошие продажи, там больше полутора тысяч продаж. Говорит, вот не понимаю, что бы я ни делал, никогда мой товар не бывает там на первой, второй, третьей странице по поисковому запросу. Говорит, максимум, чего я добивался, пятая страница. Но тем не менее, продажи идут. Заходим в его магазин, у него вообще ничего не заполнено в магазине, ни истории, ни фотографии, ничего. Товар выложил и все. Вот именно поэтому Эдси не пускает его на первые страницы. На первых страницах те, у кого есть история, да, это хендмейт, люди хотят знать, кто это делает, как это делает, увидеть лица, вот проникнуться, да, от сердца к сердцу, как я говорю. Ну, можно добавить к этому, что вот мы очень долго что-то это вот мурыжили свое видео. В конце концов, когда мы выложили, мы выложили в Facebook, у нас есть свою группу, есть на страницу, и мы не ожидали, у нас не столько людей, но мы получили за день тысячи, больше тысячи просмотров только в Facebook. И на Эдси мы получили буквально в течение месяца, мы получили 3-4 мощных контакта. Это из уровня блогеров и ниш лидеров, которые тусуются во всех группах. То есть мы получили большое движение, благодаря всего лишь выложению, выложили одно видео, три с половиной минуты. Это очень большую роль сыграло. Ну и SEO, причем на Эдси важно SEO не только в разрезе самого Эдси, да, важно понимать, какие теги использовать, какие не использовать, по каким ищут, по каким не ищут. Я находила такие теги, да, там, когда анализирую, помогаю другим магазинам. Бывают такие теги, по которым сумасшедшая конкуренция среди продавцов, да, вот все их лепят себе в товары, а покупатели не ищут по этим тегам. То есть вообще не нужно, то есть важно знать не только те теги, которые нужно использовать, а также важно знать те теги, которые использовать не нужно в своих товарах. Ну и SEO в разрезе Google тоже нужно понимать, что прописывает свои ключевые слова, как в описании магазина, да, так и в описаниях своего товара. Ну и продвижение вне Эдси, да, не только на Эдси тегами продвигаться, но и вовне блогеры, соцсети, как уже говорили не раз. Можно вот еще маленькое замечание, ну не замечание, а дополнение маленькое сделаю, что для SEO Эдси номер один, вот самая сильная часть, которая больше всего влияет, это начало вашего заголовка. То есть ваше самое главное ключевое слово, одно или два ключевых слова, фразы на начале заголовка и те же слова должны быть в ваших тегах. Все остальное это уже после этого, там еще много моментов, но это еще важно, еще кроме SEO в том, что когда вы начнете давать платную рекламу, вы не управляете по каким словам она дается. И Эдси автоматически подбирает платную рекламу по тем словам, которые вы указали в начале заголовка и которые вы указали в тегах. И по тегам я хотел сказать, что никогда не добавляйте, почти никогда не добавляйте теги с одним словом. То есть лучше всего два или три слова. Про Даванду буквально пару слов об условиях работы, как там работать. Даванда это европейская площадка для хендмейда. И вот если говорить, что на Эдси 70% покупателей это американцы, то на Даванде 70% покупателей это немцы. Поэтому если хотите открывать магазин, планируете выходить на Даванду, то лучше всего, чтобы ваши описания были не только на английском, но и на немецком языке. Когда вы открываете магазин на Даванде, да, вроде все так классно пишем, все на английском языке. И первое письмо, которое вы получаете от Даванды после открытия своего магазина звучит так. Мы вам очень рекомендуем перевести в ваш магазин и все товары на немецкий язык, чтобы охватить большую аудиторию, потому что 70% покупателей немцы. Выставление товара на Даванде бесплатно, и Даванда берет комиссию 10% с продажи. Эдси 3,5% на Даванде 10%. Ну и прием платежей на Paypal точно так же, как на Эдсе. Александр, вижу, хочет добавить. Мы взяли немца-переводчика сейчас, немца-переводчика, чтобы он нам переводил. Потому что действительно мы опубликовали товары, мы видели, что движения на английском языке нет. Начинается немецкий язык, начинается движение, начинается первая продажа, первая переписка. Еще одну вещь скажу, я забыл сказать, потому что это очень важно. Но на Эдси очень большой процент продаж приходит с переписки. То есть нам каждый день пишут в среднем 10 писем. То есть люди из них покупают 7. То есть если вы им вовремя отвечаете, они покупают. Поэтому я воспринимаю Эдси как некую социальную сеть покупателей. То есть люди, которые пишут вам не просто в Фейсбуке «Привет, привет, смотрите, какая у меня новая фотография или селфи». А Эдси – это люди, которые пишут вам и на третьем письме они у вас покупают. Это очень часто бывает. Все. У нас все. Спасибо. 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 Продолжение следует...